Добрый день всем, 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 всем подписчикам, зрителям. Сегодня дождь, похолодание, листья летят. О, только совсем голый. Такая красота на деревьях. Цыплятник весь засыпала листьями. Осенняя пора, а чей очарование? Приятна мне твоя прощайная краса. Люблю я пышная природа увядания. Багрец и золото, одетые леса. Как правильно сказал Пушкин. Действительно очень красиво, хоть и дождик. У нас сломался кран. Ух, поехал в Леруа Мерлен. И заодно таймер купить тоже сломался. Посмотрела по карте, там пробка. Так что он приедет не скоро. Что-то все облетело, что-то еще держится. Но когда ветер дунет, то такая красота летит. Такой дождик постоянно сегодня с утра. Курочки здесь вот навес частично. Курочки здесь обитают. Нарезала им огурцы, которые подпортились. Капуски немножко, вот они поклевали. И сидят. Вчера калину обрезали. Частично оборвались. И частично оставили. Ой, ужасно. Без глушителя молодежь. Полиции на них нет. То самолеты, то без глушителей. Шум страшный. Такие дубы красивые. Береза всегда одна раньше желтеет. Одна еще зеленоватая. Вчера убрали две курочки самых маленьких. Потому что ее подруги занеслись. А у тех на вскрытии даже поста. Даже зачатков не было еще. Почему-то они отставали в развитии. Но они маленькие болели почему-то. Вот мы их двух убрали. Надо еще будет убирать, конечно. Много еще курей. Еще у нас пять штук. Смотрим, что из них получится. Последний выводок. В том числе вот эти две хохлаточки. Муж говорит, это кура. Я говорю, одна курица, один петух. Но пока не знаем. Пусть покажу. Следующие будут петушочки. Золотые гребешочки. Идут заморозки. Днем всего три. Ночью минус. Четыре петушка у нас всего. Пуговка подросла. Тоже им бросила немножко капуски с огурцом. И картошку с гречкой едят. Обожают гречку. Раскушали. Я их решила подкормить. Перед тем, как убрать. Яблок осталось немного. Мы их с веточек отрывем едим. А которые ранее сорвали. Все в сидор пошли. А нам и этих хватит. У нас еще на зимние висят яблоки. Роза вот эта дала столько бутонов. Интересно, цветут или нет. Все падают от дождя. Завязываю. Все равно падают. Тяжелые, конечно, у них соцветия. Будем капусту убирать. Вот как дождя не будет. Не будем ждать никакие морозы. Уберем. Чтобы она не успела полопаться. У нас такие слизди. Больше пальца длиной ползают. Муж собирает, собирает. Какая-то у них миграция, очевидно. Главное, очень большие. И лезут в соседних участках. Сюда. По 200 штук набирает. Это же кошмар каждое утро. Вчера одного подобрала. Около петухов дала петухам. Они его не клюют. Им страшно. Такого слизня. Яблони ранние, конечно, быстрее. У нее листва желтеют. Антоновка у нас тоже не поздняя. Потом Антоновка желтеет. А Антоновка у компоста почти вся уже плетела. Здесь мы седираты не сажали, не сеяли. Останется перекопать капустник вот этот. И можно отдыхать. Капусту я кастрюльку уже нарезала. Поквасила поесть. Мы по многу не стали делать. Кастрюльку сделаем, съедим. Потом еще. Мальва тоже разлезлась. Ничего я уже не подвязываю. Вот заморозок тяпнет георгины. Потом я их обрежу, выкопаю и поставлю пока, наверное, в парник. Камера вся мокрая, поднялась на жильцо. У меня вот этот молодой клематис продолжает цвести. Он уже доцветает, можно сказать. Вот его я обрезать не буду. Он молодой, у него два стебелька. Пусть развивается вместе с плетистой розой. Роза цвела. Плетистая. Японский гладиолус доцветает. Обрезать его не буду на зиму. Просто обрезанные цветы на него положу и укрою. Пусть с ботвой зимует. Может, ему легче будет. Да и прикрытие все-таки какое-никакое. Усы на клубнике расти перестали. Но зато трава поперла. Приходится полоть. Камера потеет. Подлещиков жарю курам и кошкам. Мякоть возьму. По кормовую свеклу, хочу сказать. Не в восторге я от нее. Коровам, конечно, там, свиньям, конечно, можно. Но не птицам. Там такая она волокнистая. Это ужасно. Приходится ножом перерезать волокна прямо. Как ткань. Курам, конечно, это плохо. Не знаю, буду я ее в следующем году сажать или нет. Это я сырники хочу сделать. Добавила манку, яйцо, стевию и соль. Ну, сейчас еще ванильный порошочек добавлю. Она у меня уже доразмораживалась. До размёрзца творог. Сейчас буду печь. Вот такие сырники спекла. Получились. Два уже съела, вкусные. Но сахарку, конечно, нету. С тевией это я чуть-чуть кладу. Но ничего. Зато полезные. В фикс прайсе вчера купили два шампуня. Вот такой. Защита от появления перхоти. Я зачитывать не буду. И мужской тоже. От перхоти. Это дорогой Палмалиф. 90, не то 100 рублей. А этот 50, не то 55. Я зачитываю. Палмалиф. Продолжение следует...